Привет, виртуальные пилоты! С вами снова Генопилот. В этом коротком видео я расскажу о тактическом построении звена под названием Грайндер, или в переводе на русский язык оборонительный круг. Как всегда, знания я получаю от опытных пилотов или беру из источников, один из которых сейчас на экране. А ссылка на документ по традиции находится в описании к этому видео. Этими знаниями и опытом мы делимся на совместных тренировках школы ТОП ГЕН в дискорд канале Виртуальный Пилот, где вы всегда можете задать вопрос по теоретической части или полетать с нашими инструкторами для разбора непонятных вам вопросов. Итак, что же из себя представляет оборонительный круг Грайндер, или как его называет команда Браво, скучные овалы? Сегодня в тренировке участвует F-16 и заноза в заднице Империи из далекой-далекой галактики Т-65 Х-Wing. Представим, что их летные характеристики идентичны. А пока противники занимают исходную позицию, я попрошу вас поставить какой-нибудь палец под видео, подписаться на канал и написать комментарий, хотели бы вы присоединиться к совместным тренировкам в нашей школе ТОП ГЕН. Процедура занятия оборонительного круга простая. Нам необходимо как минимум два самолета, летящих в звене. По команде ведущего происходит разделение с поворотом ведомого на обратный курс. Маневр выполняется в заранее оговоренную сторону с заданным углом атаки или перегрузкой. При достижении оговоренной перед маневром дистанции, в нашем случае 10 или 20 морских миль, или времени нахождения борта на обратном курсе по секундомеру, оба самолета выполняют разворот на обратный курс. При этом пилот, который разворачивается в сторону фронта, докладывает Turning Hot, обозначая, что он сближается, в то время как пилот самолета, находящегося на обратном курсе, докладывает Turning Cold, обозначая, что он удаляется от фронта. Таким образом, находясь в оборонительном круге, можно достаточно долго прикрывать определенную зону, например, для безопасной работы штурмовой авиации. Далее рассмотрим действия при достижении противником дистанции Commit, или другими словами, расстояния, когда противник представляет для нас угрозу. Противник в этой зоне звено включает форсаж, и при достижении максимальной дистанции пуска, ракета отправляется на встречу с врагом. Пустивший ракету самолет, встает в оборону и возвращается на обратный курс. В это время пилот самолета, который удалялся от противника, при получении доклада от товарища о пуске ракеты, разворачивается на противника, и здесь начинает работать физика, ну или магия, кому как. Рисуется следующая картина боя. Вследствие того, что противник был вынужден обороняться, сливая при этом энергию, не может атаковать уходящую цель в заднюю полусферу, а встречный борт для него еще далеко. В то же время, второй самолет нашего звена был в безопасности, имеет очень высокую скорость и сближается с ним. Выполняется пуск ракеты, упражнение закончено. Посмотрим разбор одной из тренировок школы ТОПГЕН. Офицерам боевого управления нам была поставлена задача не допустить прорыв зоны с радиусом 80 миль от аэродрома базирования. В составе группы из четырех самолетов мы взлетели для патрулирования района. В распоряжении офицера боевого управления имелось два F-18 звено Dodge и два J-11 звено Whisky. Набор высоты мы осуществляли в экономичном режиме при числе Маха 0,8. Заняв эшелон 350, мы разделили группы по фронту и приготовились встать в оборонительный круг. По команде ведущего, ведомый разворачивается на обратный курс. При этом следует доклад. Звено разделяется и формируется оборонительный круг Грайндер. При достижении оговоренной в брифинге дистанции в 20 морских миль оба самолета встают на обратный курс. Dodge 1, Turning Cold. Второй ход. Мы выполняем развороты с углом атаки 8 градусов с приборной скоростью менее 360 узлов или с перегрузкой 4G при скорости более 360 узлов. При этих параметрах самолет F-18 оптимально разменивает скорость на угол. Для советских самолетов угол атаки во время разворота можно довести до 10 градусов. Противник сближается с нами на дистанцию Коммит, приступаем к атаке. Включаем форсаж и разгоняемся. На максимальной дистанции выполняем пуск ракеты АМ-120Б и сразу выполняем стандартный таймлайн обороны. О нем, кстати, мы поговорим в следующем видео. В данном случае нам помогло положение Нотч. Облучение Неспо от угрожающей нам ракеты пропало, возвращаемся на обратный курс с докладом «Додж-1 Скейт». В это время наш напарник выходит на рубеж атаки и, если бы пуск моей ракеты не увенчался успехом, «Додж-2» мог атаковать обороняющуюся цель в максимально комфортных условиях. Мы снова встаем в грайндер и ожидаем подхода противника. Наблюдаем две цели на радаре. Высота 34 тысячи футов. Сейчас я на примере радиопереговоров озвучу стандартный таймлайн атаки. В рамках одного видео описывать оборонительный круг из стандартной таймлайн атаки нет смысла. Тема алгоритма применения ракет средней дальности очень обширная, сложная и заслуживает отдельного видео. Поэтому этот видеоряд будет просто красивой картинкой для моих следующих рассуждений. Все, что вы сегодня увидели, это оборонительный круг, который позволяет эффективно сдерживать противника на рубеже. Это достаточно скучная тактика и не всегда приносит много фрагов. Или киллов. Кому как и кто зачем в DCS приходит. Применять грайндер на серверах для докфайта? Нет, это бессмысленно. Там надо летать на кураже. Однако, если вы попадете на ивент, где будет ставить задача не подпустить противника на рубеж, или встать в круг и ожидать, пока на вас будут вылетать по одному менее опытные противники, эта тактика будет очень эффективной. Недаром слово грайндер можно перевести как мясорубка. В школе DCS TopGen наши инструкторы учат людей, на мой взгляд, самому главному. Понимать друг друга, изучая терминологию, понимать геометрию, показывая разбор боев и детальные знания о положении самолета в тот или иной момент и дают арсенал маневров и тактик под каждую ситуацию. В качестве примера таких маневров возьмем сбор группы после боя. Вы сейчас видите его на экране. Выполнение этого маневра крайне простое. Ведущий встает в круг с креном 30 или 45 градусов, а ведомый занимает внутренний радиус этого круга. Таким образом, угловая скорость ведомого получается выше, чем и достигается сближение бортов. При этом ведомый не расходует больше топлива, чем ведущий. Вот подобным приемом и учат наши инструкторы. Летать в группе всегда интереснее и веселее, поэтому не стесняйтесь приходить в дискорд-канал Виртуальный Пилот, ссылка находится в описании к этому видео, заходить в голосовой канал и просить участников с роли инструктора прочитать вам теоретическую часть и выполнить практические полеты. А на сегодня я прощаюсь с вами, с вами был Гена Пилот, удачи, чистого неба и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok